Девятый Транссибирский арт-фестиваль открыт. Программа одного из крупнейших музыкальных форумов рассчитана до конца октября и пройдет в нескольких городах. Репортаж Марии Черешневой. Для новосибирской публики Транссибирский арт-фестиваль как пробуждение после долгой зимы. Этого события, а вернее сказать вереницы событий, ждут целый год. На репетиции дирижер Дмитрий Лис детально прорабатывает каждый фрагмент. Программу концерта-открытия поменяли в последний момент. Времени на то, чтобы отрепетировать не спеша, не было вместо четырех репетиций одна. Необычайно трудно и для оркестра, и для дирижера. Но поскольку я знаю оркестр, репертуар музыканты хорошо знают. И неоднократно они играли с Вадимом это произведение. Я дирижировал, но с другими оркестрами. Мы постарались составить программу таким образом, чтобы она была, во-первых, разнообразна, во-вторых, интересна. Девятый Транссибирский арт-фестиваль открывается музыкальными шедеврами XIX века. В программе увертюра к балету творения Прометея Бетховена, концерт номер один для скрипки с оркестром Бруха, симфония номер четыре Чайковского. За пультом Дмитрий Лис солирует основатель и художественный руководитель фестиваля Вадим Репин. К выбору программы для открытия всегда подходят с особой ответственностью. Этот концерт так или иначе задает тон всему фестивалю. Для открытия я выбрал сыграть один из моих самых любимых концертов. Это концерт Бруха, поскольку для меня это всегда огромная радость исполнять этот концерт. Вот так случилось, что он на протяжении многих лет изменяется каким-то образом, по-другому его чувствуешь, ощущаешь, и в этой музыке много чего можно рассказать чувственного. Транссибирский арт-фестиваль объединяет цикл концертов на площадках сразу нескольких городов. Это Москва, Красноярск, Самара. Столицей неизменно становится Новосибирск. Главные события происходят именно здесь, на сцене концертного зала имени Арнольда Катца. Транссибирский арт-фестиваль – это всегда многообразие жанров. Хиты классической музыки, сочинения современных композиторов, джаз, номера с участием артистов балета и актеров драмы. В программе прозвучат мировые премьеры. Новосибирская публика услышит скрипечный концерт Ильи Димутского, написанный специально для Вадима Репина. Премьеры произведения современных композиторов – нерушимая традиция. У нас вот-вот должны начаться репетиции. И я пока, конечно, не мог услышать в ушах, глядя на партитуру, всего, что ему удалось нам воплотить. Но мне кажется, что вот глядя на бумагу, глядя на саму партитуру, на партии, скрипки, это должно быть очень-очень интересно, идейно. И то, как мне нравится, с невероятным развитием. Участие в арт-фестивале подтвердили многие российские исполнители. Приедет камерный ансамбль Юрия Башмета, ждут выступления примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Народный артист России Евгений Миронов покажет музыкально-литературную композицию «Письма Ван Гога». Запланированы почти два десятка концертов. Мария Черешнева, Павел Евсеев, Новости культуры, Новосибирск.